общий салам алейкум всем сегодня появилось свободное время и вот решил записать ролик касаемо происхождения наших братьев крызов до этого момента я набрал насобирал очень много информации и вот у меня все как говорится сошлось склеилась пазл сейчас я попробую это все описать изложить сегодня на русском языке это специально говорю до этого я на казахском языке этот ролик выпустил но так как сейчас много так скажем крызов и и казахов наших тоже современных которые в основном употребляют в пищу информацию на русском языке больше чем на своем родном корзавском или казахском поэтому чтобы до них эта информация дошла я сейчас на русском языке это изложу так попрошу терпения внимание разговор долги будет поэтому подробно то что я хочу сказать чтоб что-то не забыл я последовательно буду излагать потому что информация разная с разных источников разного времени и так далее она собрана у меня так скажем за всю жизнь то что я собрал вот сейчас у меня как говорится от историческое исследование она сейчас можно сказать закончилась ну как закончилась она подошло к логическому завершению и я могу сделать определенные выводы но дальше тоже можно будет поработать на эту тему это можно сказать это процесс такой длительный если время будет дальше продолжу так ближе к теме значит не так давно я в интернете изучая материалы разных так скажем авторов на эту тему по поводу происхождения кыргызов я наткнулся на очень такие хорошие значит самое главное правильные как я вот и посмотрел значит соотношение их с историческими источниками они очень правильно заметили значит именно вот этот значит информацию касающиеся первого значит первого происхождения кыргызов а точнее неправильно выразился тоже когда что-то торопишься что-то сказать вот здесь я сейчас на диктофон записываю и все время надо говорить а не думать вот чё плохо в этой ситуации обычно когда говоришь надо подумав хорошенько взвесив фразы так скажем произнести предложение которое должно нести определенный смысл содержательный смысл а когда вот так по диктофону говоришь там вот эти паузы не выдерживает так скажем слушатель и тоже тоже поддаешься этой значит неправильному неправильному неправильной логике так скажем построение изложения так о чем я сейчас на чем остановился а касаемо значит происхождение кыргызов вот эти некоторые умные люди заметили правильные правильные в общем и правильную информацию так сейчас я зачитаю некоторые из них и тогда вы уже поймете ближе к теме будет что было в них описано сейчас вот одно предложение этноним кыргыз состоит из двух слов кырг ас сорок ас крызы в древности состояли из 40 40 племен асов имя главного героя киргизского эпоса монас переводится как я ас эпос монас включен в список шедевр шедевров нематериального культурного наследия человечества юнеско а также в книгу рекордов гиннес как самый объемный эпос в мире по эпосу у монаса были 40 воинов чоро также монас был из области талас пишет талас переводится поле земля асов вот такое замечание такая информация значит проскочила дальше в памятнике седьмого века тонуклок значит это был соправителем бельге бельге кагана в восточном тюркском каганате в этом памятники памятники написанном на стелле да вы наверное все в курсе стелла седьмого века найденная там на территории монголии вот там его расшифровали и вот там говорит там сообщается про поход на крызов и и называют их азами крызов называют азами говорит и вот здесь он приводит этот перевод в общем резюме в этом памятнике крызов называют аз и крыха крыха означает 40 аз вот еще значит источник такой так далее вот пишет это такие такое сообщение мухаммед ибн хонд шах ибн махмуд 1433 год тире 1498 год это годы жизни более известный как мир хонд персидский историк в своем труде Раузат Ас Сафа сад чистоты сообщает что крызов называют азами вот что он пишет это это крепость высшей степени неприступная на широкой горе и обширность той горы такова что там помещается население тех округов и народу в тех округах много однако однако крызов называют аз и поблизости от той крепости есть гора вознесла в небеса вершину подъем на вершину той горы представляет затруднения и и разъяснение крыз известно крыз на языке монголов означает 40 мужей 40 мужей написано ну это на русском языке переводчики вот так таком виде преподнесли на языке монголов ну сами знаете что кого они имели ввиду монголов когда говорили дальше вот здесь приводится сообщение китайские источники асов назвали уз так в юаньши история династии юань значит страница 487 пишется киргизы ведут свое происхождение с тех пор как 40 девушек земли хань китаянок вступили в брачный союз 40 мужчинами из рода ас из рода уз ас по этому значению и назвали свои земли 40 асов так дальше в рамадин готовивший к изданию труды бартольда основываясь на том что сочнение 7 века бадаят таварих кыргызы называются асами вот и ссылаясь на бартольда российский советский востоковед тюркулок арабист исламовед историк в своих трудах сообщает в рунических памятниках асы зафиксированы как тюркские племена и представлены как ветвь кыргызов в долине реки чул бартольд вот вот эти выдержки я вам сейчас в ролике там выложу и вы сами там остановите и посмотрите прочитаете их я что хотел значит значит от себя вот теперь я вот к этому вот эти вещи я при значит вам привел от себя я вам теперь значит изложу изложу то что я знаю касаемо теперь касаемо асов асов или азыков а вот здесь я там вам привел до насчет азык азыков да или упустил это по-моему я там в основном на асы сделал упор но здесь именно было что азык называют так сейчас секунду а вот значит арестов одних и одним из первых связал ульсунов с древними кыргызами примерно во втором веке до нашей эры они под давлением хунну хунну двинулись на тяньшань хунну я вам в других роликах уже говорил что это аргыны казахские вот под давлением аргынов двинулись на тяньшань имя усунь усунь его носители получили от названия господствующего племени а истинное название последних всегда было кыргыз говорит ученый племена племена асиги и гешу союз нубиши он ох будунов народ десяти стрел считал потомками усуней и сопоставил их с названиями кыргызских родов азык азык арестов племя азыков рассматривал как этносообразующее племя древних кыргызов вот видите этносообразующее племя древних кыргызов однако в советское время гипотеза арестова считавшего кыргызов потомками усунь и теми самыми древними асами азами по понятным причинам была забыта за все время существования эсэр ни один историк кроме бенштама не связывал усунь с древними азами или кыргызами так вот теперь далее вот вот мы подошли к именно древним азыкам азык называют племя тюркское племя что это за племя теперь я вам сейчас дальше расскажу свою историю которую я изучал и к чему я пришел я вам в ранних роликах в других роликах я вам рассказывал там например в ролике про украинцев и казахов про нашего предка арыс арыса или правильно его анарыс назвали вот греки назвали анархисис или анархасис анахарсис вот значит это я изложение там значит опирался на труд нашего предка казахского предка жившего в семнадцатом веке хазбек бек того сарула в книге туптухянан узмешин вот эту книгу я долго там я в этом ролике про украинцев я много там рассказал как этот труд был найден как он сохранился до наших дней как его опубликовали что он значит хазбек бек того сарула предок ураза джандосова нашего репрессированного в тридцать седьмых годах двадцатого века вот это я все рассказывал вот теперь я значит опираясь на эту книгу хазбек того сарула вам приведу значит его описание Аташи жрия нашего казахского Аташи жрия где он значит описывает значит нашу родословную как мы происходим как мы казахи проведем свою родословную от от казака от нашего предка предка по имени казак вот я вам сейчас в ролике это выставлю и вы будете смотреть по ним на него вот смотрите смотрите там начало кадр кадр калша вот вот от кадра наш предок Алаш от Алаша Жаик Жаик вот Яик река Урал сейчас называется вот это скорее всего по предку нашему Жаик Жаик название несет от Жаика Казак наш предок Казак вот от Казака два сына Жуман Туман вот от Жумана дальше значит два сына Арыс и Сабр вот от Арыса от Арыса шесть сыновей у него Ак Пан Жан Бол Бек Бал вот вы видите их там в таблице вот дальше от Ах Пан Жал Бол Бек Бал вот это и есть Алта-Алаш потомки этих сыновей называются у казахов Алта-Алаш они и есть прародители значит казахов всех трех жузов Улыжис Уртажис и Кшижис вот этих трех жузов это вот эти как раз потомки Ак вот Акарас это Улыжис называется Жанарас это Уртажис называется Бекарас это Кшижис называется вот вот это есть Аташи Жре наша главная родословная дальше вы сами там можете посмотреть где где там Капшак где там Аргын где Найман где там Кирей вот все Вах все наши роды откуда ведут начало теперь далее 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 я вам скажу что вот вот Ак Ак предка Улыжиса через вот вот Анарис вот Арыс он жил примерно 2500 лет назад 2600 где-то лет назад вот от от него далее именно по линии Ак к которому сейчас относятся в основном все казахи Улыжиса Ахарас вот по его линии где-то примерно через 400 лет примерно 1 и 2 век до нашей эры рождается такой Ельсау Би вот Ельсау Би я про него рассказывал в роликах про Хунну про Хунну где я показывал что Хунны это казахские Аргыны Аргын вот и вот в этом значит в этом в этом ролике про Хунну я очень много рассказывал про Ельсау Би вот Ельсау Би это как раз это прародитель Уйсунов так скажем Улужеза но он при этом прародитель всех последующих тюркских Каганов которые будут потом значит жить примерно в 6-7 веке нашей эры уже нашей эры то есть если он 1-2 век до нашей эры жил то 6-7 век это примерно 800 800 примерно 900 лет после него после Ельсау Би его потомки будут вот этими тюркскими Каганами которые Бльге Каган Культиген потом Культиген кстати не Культиген правильно Кунтиген это тоже все искажения вот эти китайские там эти иероглифы или там не знаю кто там переводил да в общем они звуки искажают поэтому сильно на них не опирайтесь Бумын Каган скорее всего не Бумын а там может быть Тумын или Туман может Каган потому что буква Б тоже может искажена вот Истими более-менее правильно дошло до нас это Истем Каган Истем вот это тоже потомок вот этого Ельсау Би в общем все вот эти Тюркские Каганы это потомки вот этого Ельсау Би который как раз был скормлен якобы волчицей вот эти тюркские легенды о скормленном значит предке тюрков коктюрк вот скормленный волчицей это на самом деле вот Ельсау Би но он был скормлен не волчицей а этой барсом 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 самкой барса это я тоже там в том ролике подробно все это рассказал так теперь я к чему это сейчас это все предысторию говорю вот у этого Ельсау Би я к нему сейчас подвел вас откуда он ведет начало родословно вот у Ельсау Би который жил первый и второй век до нашей эры значит был сын был сын старший сын нула нула у него еще было десять сыновей в общем было двадцать три двадцать три детей было количество двадцать три из них десять сыновей было старший был нула вот после нула дула и там дальше по таблице я сейчас вам ее так скажем приведу здесь вы увидите вот нула дула ерте кек бер кунбес шор калыш дыр кольби вот десять сыновей вот этот нула он он умер рано скончался рано там неизвестно по какой причине но в общем он это рано умер может болел может еще в двадцать два года пишет хазбекбек Таосарлы пишет в двадцать два года вот имена вот этих сыновей Ель Сауби тоже хазбек Таосарлы вот свои книги конкретно приводят их название ну именно вот нула когда когда скончался кстати про нула сначала скажу вот нула это как раз тот золотой человек которого нашли возле вот уроч значит города Есык сейчас она Есык называется раньше Есык назвали возле возле Алматы возле Алматы возле Алматы вот этот золотой человек который сейчас является символом независимости Казахстана вот ему стеллу поставили на главной площади Алматы вот он там на барсе на крылатом барсе летит летит как бы это тоже между прочим не не просто так на барсе изобразили вот как раз вот это и нюанс такой который почему барс вот я же говорил что Ель Сауби его отец как раз мула скормлен барсом вот это это тоже один из нюансов вот этот золотой человек это и был это и есть мула старший сын Ель Сауби он рано умер скончался и значит такой был этот особенность такая была что по идее он как наследник Ель Сауби трона главный наследник трона но он уступил свой трон второму своему брату Дулы Дулы стал ханом Уисунов в то время вот Анула он наверное по состоянию здоровья наверное уступил скорее всего вот теперь дальше теперь дальше это все реальные люди жившие у нас это наши предки казахов вот жившие как раз на земле у нас на земле нынешние Казахстана вот в районе Житсу вот у Нулы остались четыре значит сына маленьких хоть он сам в 22 года скончался вот но он оставил четырех сыновей вот эти четыре сына здесь приведены это как раз вот эти Абл Албан Азак вот этот Азак вот этот Азак о котором мы сейчас ведем речь и Санжар Санжара ну прозвали Женщинар вот вот эти четыре сына это вот эти сыновья вот этого Нула вот этого золотого человека вот вот Абл и Албан вот их потомки Абл и Албана сейчас как раз основная часть казахов у Лужуза это вот их потомки это их Санжар от Абабалар вот 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 как раз от Абыла произошли дальше вот эти сироды там Лужузы основные там Жалаер Шапрашты Албан Суан там кто еще ст о шахта вот как раз от вот это было произошли но албан следующий нынешний который албан назад это это потомки вот этого вот этого албана ой точнее не албана потомки вот этого а было нынешней албаны это чуть-чуть другие так скажем ну хотя от одного все предка конечно ну название нынешних албанов это вот от потомка вот этого а было который сейчас здесь первым указан так теперь дальше сам конкретно касаемо азыка вот вот этот третий сын это и есть азык вот то что мы называем сейчас ну в смысле вот эти исследователи все сходятся к значит племени азык вот как раз вот это все упирается вот в этого азыка который о котором который вот в этом чижире указан почему я вам сейчас это объясню это тоже я не просто так к этому пришел потому как я изучал дальше значит что происходило в то время в то время в те времена когда ель сауби значит 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 он сказать скончался он же в то время значит был уже стариком когда так давайте подробнее сейчас коснусь именно вот этой истории связанные вот с этим азыком нула и так далее смотрите вот хазбекбек тоосарвелла пишет в своей книге такую вещь значит иль сауби был уже 74 летним стариком когда китайский император он даже называет его имя уран фай присылает ему свою дочь младшую дочь пишет значит в невесты иль сауби для того чтобы жить с уйсунами в ну в дружбе как раньше делалось вот хазбекбек и почему потому что уйсун не в то время значит воевали с китайцами и уже вообще у иль сауби было уже такое серьезное намерение там в общем завоевать китай до такой степени китайцы боялись казахов в то время и китайцы ввели такую политику они как говорят разделяя властвы с хуннами стравливали уйсунов вот это есть хунны это же аргыны вот уйсунов с аргыновами стравливали аргынов на уйсунов натравливали и вот таким образом они расшатывали нашу нашу наши народы наш без не ельмзи и он прислал вот эту дочь свою вот здесь даже он пишет имя дочери шайжан шайжан но говорит хазбекбек таусарла говорит иль сауби он уже и так у него было пять жен своих вот и ему шестая жена вообще в таком возрасте ему честно говоря вообще не нужна была и он отдает ее это выдает ее за своего внука а внука был вот этот санжар санжар это вот этот четвертый сын нула вот он значит женит китаянку эту вот на санжаре ну видать они вот примерно ровесники были дальше вот пишет хазбек таусарла вот этот санжар джуншинар он вообще последующим ну и ему видать китайские эти женщины ему понравились и он женился несколько жен несколько жен короче взял от китайцев тут такой был такой был наш предок так скажем и в общем соответственно оплодилось много детей от китаянок то есть наши жертв их не китайцы были пока пока они росли ничего такого особо страшного не происходило а я от отхожу дальше от темы вот он женился на вот этой шайжан китайской вот этой принцессе а это шайжан китаянка она сильно расстроилась что не стала женой такого крутого хана кунби как ильсауби она вообще когда ехала и видать описали что он там крутой хан крутой царь и ты будешь его женой вот ну любимой там женой как гульчатой а на самом деле этот ильсауби отдал его ее за своего внука и она расстроилась что она стала женой простого там казаха они они крутого хана как говорится вот и в общем сильно расстроилась переживала и долго очень нет не смогла бы не вынести такое может там для нее это было там позором может быть читал но она тоже там уже принцесса же там тоже не последний человек в китае там императора дочка вот и это через пять лет говорит она скончалась но умерла от от депрессии вот так пишет хазбек бекта осара это все он исторические вещи пишут он не просто так там придумывает а он факты пишет как было это все зафиксировано было его предками вот хазбек бекта осара которые жили в разное время были грамотными людьми соответственно вот такой щежире там написанном виде его до него до него до до него дошло до 1700-х годов примерно в общем до семнадцатого века дошло вот это записи вот вот старые записи вот дошли до до этих времен двух двухтысячной давности запись история информации дошла 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 в его время дальше пишет такие вещи вот когда этот санжар значит женившись на многих на нескольких жён из китая эти дети стали выросли и соответственно когда они выросли уже время стало пришло к так каталась как по-русски сказать это когда затрон начали они распред затрон начались вот 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 этих потомков или сауби начались расприза трон кто будет наследником трона и соответственно от казахов которые родились значит потомки или сауби они не признавали там полукровок с китайского этого санжара понятно же да это вот как сейчас допустим казахи не любят там шала казахов допустим перемешавшиеся там как их называют метисы с русскими там которые перемешались обрусившие казахи вот то раньше точно так же с окитаевшись казахами не переваривали казахи вот и вот из-за на этой почве начались распри и вот это наше государство стало внутри междоусобные вот эти разногласия друг на друга начали обижаться ссориться начали князья так скажем вот а когда обиды начались они стали в общем откачевывать от ставки орды и а когда они откачевывают за ними же целые так скажем народ у каждого князя там свои свои там роды подчинений там с ними которые кочуют и они вот так же как во времена допустим абул хаира хан кирей и жанебек например откачевали от абул хаира отделились и вот казахское ханство там в 15 веке создали вот по истории это ближе ближняя история так скажем нынешняя к нам ближе история вот примерно так же в то время откачевывали вот значит казахи со своими родами и вот в то время в те времена как раз вот потомки вот азыка азыка вот этого а было и албана например еще другие там потомки потомки там других сыновей там там десять сыновей сами знаете вот во время вот этих распрей еще в это время там война с войны с китая с китаем и совсем государственность наша стала распадаться и начали значит друг от друга откачевывать уходить в другие места вот как раз в те времена и вот азык азык азыка потомки вместе с другими родами в то время которые значит качевали ну жили вместе рядом там с улыжузом казахом там и уртажез там все вместе в общем жили в то время вот как сейчас называют тюрки да многие они все вместе жили вот вот в этих значит землях почти центральная евразия полностью вот заняты были нашими предками вот и вот как раз азыки перекочевали в сторону енисая енисая там байколя байкал нынешний вот там возле гор саян и там стали там построили свое свое государство кыргызская вот и как раз в то время как раз видать их и назвали крык азык крык азык крык азык вот это и есть коротко наверное азык называли аз наверное вот или асики там то что пишут там может по-русски может быть это азыке может быть азыке как у нас казах сокращают ну как бы там ни было вот эти сорок видать родов было вместе с азыками с азыком вот которые сформировали как раз вот этнос хыргыз вот то что мы нынешние сейчас называем хыргызами вот это есть азык азык и рядом с ними сопутствующие там племена и роды которые вместе там кочевали вот а самая как сразу их стержень азык это вот как раз родоначальники вот этот азык который сын нула который внук ильсауби вот таким образом я вам резюме говорю вот он происходит вот от абыл албана в основном вот азык это он родной ул-жизу родной брат вот этих албана и абыла вот и санжара в данном случае то что вот казахи и кыргызы говорят поговорка такая казах кыргыз биртуан вот это есть вот казах кыргыз они родные народы родные братья вот это и есть вот конкретно я показываю в каком месте они родные родные сходятся в каком месте они их предок соединяется в каком месте родословное сходится вот это я хотел вот рассказать в этом ролике так скажем на русском языке чтобы русскоязычные братья кыргызы тоже услышали это увидели и поняли откуда откуда название у них идет и как они связаны с нами с нами казахами как они близки то есть мы с одного с одной родословную ведем а где она сходится я вам примерно вот время скажу вот если Ель-Сауби это первый и второй век до нашей эры то его вот вот эти внуки Аз-За-Каббл вот они родились как раз примерно в первый век до нашей эры вот две тысячи сто лет назад вот казах кыргыз они были вместе родными братьями вот я вам показываю в каком месте мы начали значит разделить разделились как вот как народы в последующем поколении так скажем разделились разделились теперь с разными названиями разное государство у нас сейчас Кыргызстан и Казахстан но фактически мы фактически одного рода рода племени теперь я вам вот это показал же Аташири теперь я вам могу вот на основании вот этого родословной вам сказать что Кыргыз Кыргыз Бертуган да и вот мы казахи называем себя Казак по нашему первопредку по имени Казак вот смотрите по этой родословной Кыргыз вот это Азык они и есть потомки вот этого Казака по любому который вот наш первопредок вот посмотрите вот значит прапрапрадед вот этого Азыка он по любому сходится к Казаку поэтому мы по праву можем назвать себя и Кыргызов тоже Казаками хотя они сейчас сильно этому сопротивляются что мы мы Казак это Казак а Кыргыз это Кыргыз могут пусть хоть сколько сопротивляться но по Шижре по Шижре Казак идёт дальше дальше наш предок наш предок идёт дальше чем вот Азык который является потомком этого Казака вот Азык родился если Казак родился примерно 3000 лет назад около 3000 лет ну 2800 так скажем а Азык родился 200 лет назад получается 700 лет разница между первопредком вот нашим Казаком и вот первый значит прародитель Кыргыза вот я вот это всё говорю не для того чтобы там кого-то унизить там сказать что там кто-то там младшие братья там не младшие братья я это всё говорю для того чтобы вы понимали насколько мы близки друг другу что мы родные народы родные братья вот поэтому у нас мы всю всю вот эту нашу жизнь историю да так близко друг другу по-братски относимся и по-братски живём вообще я я я вот об этом хочу сказать времена были разные в истории как как говорится в семье тоже бывают разные там ссорятся там братья там родные и так далее опять мирятся и так далее но факт то что мы сколько тысяч лет прошло да вот хыргызы и казахи они вот рядом всегда рядом в основном всегда рядом вот когда хыргыз ой хыргыз дим казахская джунгарская война была значит она тоже была стравливали нас стравили опять же там эти катайцы и эти западные и русские тоже там они стравливали нас тоже родные наши народы вот эти халмаки тоже наши родные вот в это время когда мы с ними воевали хыргызы были рядом с нами рядом с нами вместе воевали плечом к плечу против джунгарского нашествия вот это я хотел тоже вспомнить это уже из истории факты теперь дальше что я хотел значит в этом ролике сказать чтобы не забыл теперь смотрите теперь интересные такие нюансы вот этот город Туркестан у нас в Казахстане возле Чимкенте который где находится мазалии Кужа Ахмеда Ясави и раньше его назвали назвали этот город Ясы или Асы ну по-казахски Асы назывался Асы а вот там по вот этому таджикско-персидски Ясы назвали поэтому Кужа Ахмед Ясави из Ясы вот это есть Асы это как раз таки вот это название вот это Азыка то есть Асы или Ас или Аз или Асы это есть Азыки Азыки вообще на самом деле правильное название и я вот предполагаю что вот этот город Туркистан его древнее название Асы как раз потому что или его основали значит Азыки или он находился там где вот жили Азыки вот я к этому веду то есть не просто так значит род Азах имеет конкретно прямое отношение к этому городу Туркистан нынешний Туркистан потом вот этот Ясык где вот этот золотой человек нашли раньше назывался Ясык это все тоже искаженное на самом деле не Ясык и не Ясык а Азык правильное название вот этого места где этот Ясык находится Азык и там есть перевал Ижаляу Асы Асы Жаляубар вот именно в том месте где Ясык Ясык сейчас находится вот это все говорит о том что правильное название Азык этого значит место где нашли вот этого золотого человека Алькей Алькей Маргулан или нет Ахишев по-моему Ахишев археолог нашел этого золотого человека сейчас в музее Казахстана находится вот он как раз нашел его в районе вот этого Ясыка или Азыка так вот правильное название должно быть Азык тоже по названию рода Азык это я все говорю для того чтобы показать что конкретное отношение Кыргызов к этим местам имеется есть конкретное к ним отношение то есть их первопредки жили вот в этих местах и в Ясыке и в Ясыке и в Ясыке и Азыке и в Туркестане теперь дальше смотрите дальше я что вам расскажу вот этот всемирно известный значит Амер Темир известный как Тамерлан Темирлан его считается что он происходит из рота Барлас я много таких источников когда исторических сталкивался там вот это часто упоминается и вот пишут все время Барлас Барлас правда переведенные на русский язык это источники значит он из племени Барлас пишет я думаю вот исходя из своего так скажем интуиции своей я думаю скорее всего почему я о нем заговорил почему я о нем заговорил потому что дальше смотрите его внук Улухбек построил как раз вот этот мавзолей Хожа Ахмеда Ясави в Туркестане это он построил вот с обсерватории астрономической обсерватории Улухбека это внук вот этого Тамерлана так скажем Амер Темиры я думаю что он не просто так во первых там на Асс в Туркестане во первых не зря он там построил этот мавзолей и потом он не зря он внук Тамерлана Амер Темира теперь теперь смотрите вот Барлас наверное я думаю что Барас Барас Ас может быть правильное название его рода Тамерлана Тамерлана которую искажают как Барлас там и так далее вот этим названием родов дошедшим до нас исторически исторических источников особо сильно доверять нельзя потому что сильно искажаются при переводах с китайского языка с персидского языка с любых иностранных языков наши казахские тюркские там названия имена они сильно искажаются буквы меняются звуки меняются там невозможно даже некоторые вещи там узнать если вы знаете оригинал оригинальное название да и потом вот случайно допустим узнаете как назвали допустим китайцы или там персы например да вы просто в шоке будете как насколько искаженно это все поэтому вот этим буквам сильно не доверяйте вот данная ситуация Барлас я думаю что она близко по звучанию но скорее всего может быть Барасас или Бырааз может быть Бурас Волк Аз например или Барс Аз это все касаемо Азаха Аз и Аз вот почему я про это говорю про Амер Тиммера задумался я потому как я изучал его биографию давно я где-то читал значит про него в книгах и там лет 20 назад по-моему там было написано такие моменты я вам скажу вот этот Амер Тиммер в молодости он был вообще бармташе казахше бармтой занимался он угонял скот лошадей я знаю что бармташе это в основном казахская такая национальная так скажем традиция конократства я удивился сильно почему вот у него такое такое биографии проявляется вот он в молодости такой был дерзкий джигит вот так как пишут они казаковал источников бармтой занимался вот и так скажем это видать он немножко и грабил там кое-что вот по молодости в общем батар батар был вот я про это узнав я подумал почему почему-то странно у него только на казахов похож у него такой этот образ потом дальше я когда почитал еще о нем значит информацию там было описывалось как он принимал у себя вставки в бухаре или где-то в самарканде значит иностранных послов с европы и вот это европейские послы описывали значит трапезу которую он устроил ну пир который он устроил в этом значит там у себя вставки и и там была трапеза такое описание да я так почитал я понял что это как казахское было это значит как казахский то и можно сказать там во первых было написано значит шатрах они были сидели то есть в юртах и значит подали там когда принесли пищу там было много мяса и мало хлеба это понимаете много мяса мало хлеба это у нас например на север 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 Казахстан например мясо иногда и без хлеба кушать хамар салмай живи просто мясо положите и кушать могут и так кушать вот и а или там если положат допустим тесто то немного у нас ложат так вот вот там когда описали про Амера Тимара Тамерлана когда у них там прием пищи был и это много мяса и мало хлеба там пишет посол европейский ну для них это ну редкость потом говорит принесли говорит это там молоко кобылиц говорит было много говорит молока кобылиц это хамыз хамыз я вот это почитав в те времена ну лет двадцать назад это было про себя так подумал странно вроде Тамерлан там Амер Тимар вроде там узбек там как бы интересно как по-казахски себя ведет хамыз пьет короче и этот баром той занимается бешпармак кушает что-то так для ну для меня было немножко это смешно немножко для себя ну ладно я так особо потом дальше на это не акцентировал внимание вот я через много лет я вот с этим сейчас сталкиваюсь вспоминаю это все я теперь понимаю я теперь понимаю что Амер Тимар вообще он скорее всего вот был именно кочевный кочевник вот говорят же да там в те времена там 14 века 13 века кочевые узбеки были я как бы для себя делал вывод что кочевые узбеки это те это скорее всего там казахи которые там с узбеками вместе там жили ну занимались скотом кочевые были я так думал вот я теперь сейчас понимаю так что вообще Амер Тимар вообще Амер Лан он раз Барлас из рода Барлас и его значит внуки делают значит строят там эти мавзолеи на земле Азов Асов Асов получается не просто так я так понимаю что он скорее всего наверное он Кргыз получается он наверное из рода Азык вообще теперь смотрите почему я так думаю еще дальше еще дальше разобью когда значит я в этих исследованиях про Чингисхана значит читал значит родословную Чингисхана приводили потом вот как раз про Тимир Лана тоже читал когда и вот были такие труды где описывали тоже их их взаимосвязь Чингисхана и Тимир Лана и вот некоторые эти значит ученые или там кто это писал исследователи они писали значит выводили родословную Чингисхана и Тимир Лана и приводили их к одному предку представляете то есть они писали так я на память просто значит приведу что Чингисхана они выводили от Кабыла вот прапрадед Чингисхана был Кабыл а этого прапрадед этого Тамер Лана он был Кажул писали они вот Кабул и Кажул Кабул Кабул и Кажул писали вот так исследователи писали вот сейчас я вспомня вспоминая эти значит работы труды я понимаю так скорее всего опять-таки искаженные названия вот эти Кабул это скорее всего был вот этот Абл А Кажул то что они писали это скорее всего наверное Азык вот этот то есть они там и там значит первую букву исказили Х сделали это мне кажется вот эти персиды арабы персиды они любят там Кэ прибавлять там Кабул там Кажул писать там и букву З они на Ж наверное исказили Азык там Ажике Кажул наверное написали но факт то что они выводят их от одного предка понимаете вот этот момент они а еще правда они пишут что как будто бы они были этими близнецами братьями вот эти Кабул и Кажул вот это вот такой момент был вот вот поэтому я почему я думаю что Тамерлан это хргыз потому как его вот предка как раз выводят как общего общего предка тоже с Чингисханом их к одному предку подводят и скорее всего вот как раз вот эту родословную которую я показываю вот от Иль Сауби дальше дальше как раз они и ветки вот эти расходятся вот Абыл Азык там Албан Санжар вот ну факт то что Чингисхан он действительно вот от Абыла вот этого происходит вот он же как раз от Абыла дальше родословную ведет и Чингисхан по родословной он двадцать пятое колено Жалаира как раз вот этого потомка вот этого Абыла вот я почему думаю что вот Тамерлана тоже к нему как к родственнику с одного предка происходит они пишут наверное имеется в виду именно вот эта родственная связь вот что я хотел тоже вам сказать вот и вот то что Асы как раз и есть тот народ Асы который по которому ведет название нашего континента Азия Азия это и есть вот это как раз потомки рода Азыка Азыка видать так сильно распространились по всему континенту Азии что назвали аж на континент их именем назвали Аси Асы Азы потом потом я еще момент хотел сказать что говорят Азия например или там Галия там или там Италия например и так далее вот когда заканчивается название на ИЕ на ИЕ на ИЕ ну например Россия вот когда на ИЕ заканчивается это скорее всего от слова Е Е то есть хозяин владелец вот Асия например или Азия Азии 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 то есть владелец Аз то есть принадлежит Асам или Азам Галые Галия это владельцы Галы вот Бургундия Буркун ИЕ владелец Бур и Кун вот Ария Ария например Ария владелец АР АР ИЕ вот это все оттуда корни ведут названия такие это вот говорит о том насколько древний род значит происхождение от казахов который ведет от своего предка казах и многие так скажем названия топоним топонимика земель вод по всему евразийскому континенту ведет свое начало от нашего от нашего автохтонного языка древнего языка казахов так ну наверное пока что вот это я хотел в этом ролике рассказать изложить и так скажем пока что наверное все если что-то не забыл ну ладно в общем слушайте и так скажем анализируйте 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 мое сказанное подумайте посмотрите на материалы которые на которые я ссылаюсь вот и попробуйте если попробуйте попробуйте опровергнуть мое сказанное чтобы опровергнуть то на что я ссылаюсь вам придется опровергнуть эти первоисточники на которые я опираюсь то есть вам надо будет доказать что вот например хазбек того сарлы он в своей книге написал допустим там неправду врет он например вот попробуйте это опровергнуть доказать докажите что он врет тогда докажите что я допустим ошибаюсь ссылаясь на него вот такие вещи вот будьте здоровы не болейте давайте до новых встреч в эфире потом я как-нибудь хочу рассказать подробно про вот этого нашего предка Ареса Анна Ареса хочу большой большой такой материал все что я о нем насобирал интересно очень интересные там вещи хочу сделать отдельный ролик прямо и посвященный именно ему он так скажем один из наших первопредков всех казахов нынешних казахов не только нынешних казахов это я так скажем вру не только наших он предок многих многих народов нашего Евразии но об этом потом когда его коснется вот ролики про него я обо всем обо всем расскажу давайте будьте здоровы амон сау болондарь и все что вы на вы все и